И всем привет, ребят, с вами Мистер Байк, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонату 2.0. И сегодня настал тот самый день, когда мы прокачаем новые вооружения на этом аккаунте. Ну как новые? Новые модификации нашего вооружения, так будет, наверное, правильнее. В рамках нашего бездоната 2.0, если вы ждали видеоролик по этому аккаунту, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в его розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите ему личный такт-тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо наших прокачек, то на сегодняшний момент времени у нас есть 30% скидки в нашей игре, которых, в принципе, мне достаточно для того, чтобы прокачать новую модификацию для рельсы и полностью ее микропрокачивать, да. То же самое, что я и делал с предыдущей прокачки, то же самое я делаю и с этой прокачкой. На все про все у меня ушло довольно маленькое количество кристаллов. Ну и теперь следующее звание, которое мне надо, это генерал-майор Аш, чтобы вкачать МК-6, ну, вернее, с МК-6 до МК-7, грубо говоря, рельсу. Ну а что касаемо Крусейдера, то мне надо бригадирчика получать. Ну и теперь у меня есть полноценно МК-6 комбинация Крусейдера и рельсы, которая, по сути, по сути, может играться и показывать жесткие результаты даже против легенд. По дрону мы ничего абсолютно покупать нового не собираемся, да. Даже с учетом того, что у нас поменялась мета, я не вижу смысла в прокачке условно там какого-то бустера. Не хочу я даже думать о том, что я его буду прокачивать. Лучше я уж потом приобрету гипериона и потом на гипериончике уже начну развалку. Если вдруг бустера апнут, то тогда можно будет об этом задуматься. Ну и давайте скатаем вместе с вами каточку одну, посмотрим, что у нас тут вообще по заданкам. Заберем, если что, призы с заданочек. Можно было бы, конечно, еще бы с обучалки премочку взять, потому что у нас сегодня повышенный фонды и опыт. Но крайне много я катать на этом Аке не буду, поэтому давайте мы просто постараемся сегодня выполнить какие-нибудь вот эти вот ежедневные, вернее, ежедневные, говорю, ну, миссии какие-то ежедневные, недельные, супермиссионные. Запикаемся в быстрый бой, не будем выбирать даже никакой абсолютно режим. И понадеемся на то, что меня закинет на какую-нибудь шикарненькую карту. И на этой уже шикарной карте мы попробуем показать суперконтентовый результатик. Результатик какой-нибудь интересненький, поэтому пикаем. Закидывает меня на Джаггернаут. Джаггернаут, конечно, ну, наверное, не самое хорошее, чтобы я мог здесь видеть по рельсе. У меня, к слову, здесь устройство с дестабилизацией. Многие говорят, что это вообще лучшее устройство на сегодняшний момент времени на рельсу. Но я считаю, что крупнокалиберка все равно сильнее, чем деста. Но посмотрим, проверим. Три с половиной тысячи урона с одной рельсы залетает у нас. Главное, это, конечно, чтобы у меня количество критов было большое. Если будет большое количество критов, то тогда смогу здесь очень некисло накидывать я. Два выстрела уже хороших у нас залетело. Джаггернаут вражеский у нас появился. Катит он вообще под нижнюю зонку. И как будто бы я могу пробовать ехать даже уже под базу противника. Не просто стоять здесь кемпить, а куда-то уже ультрапушить. Что касаемо вооружения, да, для моего звания, это вооружение полноценно может конкурировать даже против легенд. Вот этой вот МК-6 рельсы вполне достаточно и вполне хватает, чтобы играть против супер-жойстиков, легенд, МК-8, качек, там, раскачек, перекачек, да. Уже хватает этой рельсы. То есть МК-6 рельса уже показывает настолько крутые результаты в рамках матчмейкинга, когда ты с одной рельсы даешь по 3,5 тысячи урона с крита. И даже если этот противник будет ДАшный, он также все равно, если не на тяжелом танке, будет улетать на респаун. И это очень и очень жестко бустит возможность использования этого вооружения на таком звании. Так, хотелось Иссуленду хорошую дать. В итоге она не залетела у нас по противнику ближнему. Ну, пробуем забрать хотя бы так с рельсы. Уносим еще одного оппонента. Генеральчика пробуем здесь взбодрить. Чуть-чуть бы с трейфиком его бы, наверное, даже удалось бы развести. Так, здесь пытаются мне выпушить диктатора. Диктатора фриз. И какие-то лаги у нас уже начинаются. В принципе, ничего нового. Либо это дико фриз лагает, либо это у нас игра в принципе лагает, не знаю. Может быть и игра, может быть и просто диктатор лагает. Три с половиной тысячи вкусненьких залетает. Жигернаутик через мостик тут пытается тоже проехать. Не знаю, сколько у него хп, но он оудишку не юзает, как будто у него много хп. Как будто у него еще большое количество здоровья. Шафт с лечением, что ли, у противников? Да, шафт с лечением, офигеть. Так там еще и шафт с лечением попался. Ну ладно, тогда будем целиком и полностью играть на себя. О, нифига себе, вот и поиграли на себя. Джиггернаута уже вражеского слили. Так, хоречек здесь укатывает. Задача постараться набить как можно больше киллов. Оудишечка у нас падает дроповая. Постараемся ее забрать. Отлично. Наш Джиггернаут подконтролил для меня ее. Ну и занимаем обратно кимпу. Не будем здесь ничего придумывать. Будем отыгрывать от этих позиционок. Ой-ой-ой, нормальную сосулендру такую дал. Отличную сосулендру дал, что она аж меня унесла на минус. Ну и 12 киллов у нас уже есть. Да, вы видите по звонкам куда меня закидывает. Генералы, генерал-майорчики. Да, то есть звания здесь реально хорошие уже. И чаще всего на таких званиях крайне-крайне сложно играть, когда вы прокачиваете аккаунт. Но это не про этого бездоната. Этот бездонат чувствует себя максимально комфортно на сегодняшний момент времени. Да, потому что рельса и Крусейдер с точки зрения баланса нашей игры на сегодняшний момент времени показывают суперкрутые результаты. Особенно, если у вас есть такие крутые устройства на пушечку, которая у меня, к слову, упала из обычных контейнеров. Поэтому в этом плане у нас все просто великолепно. 14 киллов уже есть. Постараемся здесь сделать, может быть, даже каких-нибудь киллов так 50. Да, 50 было бы просто шикарно. Так, смока пытается меня здесь разобрать. Еще и хорек какой-то овердрайв прожал. Не хочется мне особо сильно пикать под эту смоку. Без дополнительного КП и ДДшки. Поэтому приходится чуть более аккуратно играть. Но все равно мы его отсюда набреваем. 15 на 2 у меня, к слову, счет. Жигернаут наш уже играет под агрессию. Падает Оудишка. Пробуем забрать этот Оудик. Но, что касаемо устройства, то здесь шанс такой. 50 на 50, грубо говоря. По поводу критов. Бывает, прям залетает очень жестко по критам. И много критов. Бывает критов крайне мало. То есть, как это работает, пик его знает. Просто рулетка. Просто рулеточка дефолтная. Везет. Нагибаешь. Не везет. Ну, тогда нагибаешь меньше. Но, бывает, прям залетает очень много критических выстрелов подряд. И тогда, конечно, все это дело выглядит максимально круто. 18 килов у нас уже имеется. Отличный результат. 3 противника. 4 противника у нас в одном месте. Пробуем накидать еще и по Джаггеру попутно. Чтобы дополнительные очки, если что, получить за него. 2 выстрела без крита подряд. Третий выстрел молочка. Я, конечно, и рельса это одно целое, как говорится. Так. Ну и пробуем еще подзабрать бойцов. Но забираю не я бойцов, а бойцы забирают меня. 365 очков. 18 килов у нас уже в рамках этого боя. На 40 все есть. До сих пор шанс выйти. 40 очку здесь подвыбить. И тогда я бы сказал бы, что это будет очень и очень хороший результат. Особенно с такими звонками. То есть это уже все-таки считается более такой... Пул игроков более такой жесткий. То есть здесь уже не сказать, что такие фулкрипики играют. Поэтому здесь уже относительно званий довольно неплохой подборчик игроков. Так. 2 рельсы у меня было без крита. Дождемся, пока джаггернаут пикнет. Попробуем. Нет, ладно, не будем дожидаться до джаггера. Генералов. Ой, генералов. Генусов уже закидывает. Не генералов. Уже генусов закидывает. А у генусов ГС 7000. У меня 6 на подполе. Да. То есть у меня по сути такая же самая ГС, как у этих бойцов. Это, конечно, очень круто, когда у вас есть... Такая ГС-очка и возможность реализации вооружения. Так, овердрайв у нас еще один появляется. Не хочется в упоре его здесь прожимать. Ну, давайте вот так прожмем. По двоим противникам. Но мне что-то как-то очень неплохо тоже залепили в обратку. Хотя казалось, что у меня там кпшки довольно большое количество еще должно было быть. А мне бам и залепило. Вот такую сделали. Прям очень плотненькую. И я просто полетел на респаунчик. Вот так вот. Вот так вот быстренько со мной разобрались. Так, 1700 урончика на добавки. Хорошо. Еще 1700 урона на добавку. По хантеру. Хорошенькая по хантеру тоже залетает тысячечка. Пробуем набрить еще харька. Отличный выстрел по харьку. Так, ну и теперь попробуем... Нет, не успеваем здесь по васпу еще дать. Можно было бы еще васпабы здесь поднакинуть. Но, к сожалению, не успел я. Так, итого 24 килла у нас уже имеется. Неплохой результат. Но можно явно жестче и лучше. Так, по васпику даем еще тычку. Даем здесь тычку. Ой, сквозную вкусненькую даем еще. По джаггер на ауту добавка. Добавочка по джаггеру великолепная. Ну и еще как будто можно было бы поднакидать урона. Как будто было бы еще неплохо по урону работку бы сделать. Но пока что у нас не сказать, что здесь прям... Ой, влетают жестко оппоненты. 26. 26 есть. Против интересных каких-то таких игрочков. Так, еще по генеральчику залепливаем. Тычку вкусную в голову. Скор пытаются на сводочку дать, конечно. Конечно, сводочка не проходит сегодня. По джаггеру добавочка на 3 с половкой. Можно здесь попробовать вообще досрочку сделать. По ощущениям в рамках этого боя. Хочется мне куда-то еще аудишку сунуть. Давайте, например, такую аудишечку суем. Так, и пробуем по джаггеру еще накидать. 3 с половкой на добавку. Наши тиммейты выпушивают уже вражеского джаггернаута. Должны, по идее, уносить. Да. Уносим еще одного джаггера. Ну и, по сути, наверное, даже получится сделать здесь досрочку в рамках этого боя. Что будет являться очень и очень хорошим результатом. По итогу. По итогу это будет очень и очень хорошо. Да, джаггер выпушивает просто наши респы. Ну и, соответственно, благополучно улетает на респаунчик. Респаунчик. Давай, добиваем, ребятки. Две рельсочки хорошие выдаем. Ну и вот такую каточку. По итогу мы закатываем по 30 килочков. Забираем баблицо сверху. Забираем здесь еще парочку заданочек. Ну и я могу сказать, что вот такая вот рельса уже смотрится очень и очень круто. Пишите, что вы прокачивали на этих 30% скидках. Если прокачивали, обязательно поддержите данный видос лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.